парни всем привет сегодня у нас 11 августа 2016 год отличный день сухая погодка 320 бмв бензиновая наконец-то мы нашли сейчас расскажу кратко просто почему так долго вот задержка была небольшая на видео пацаны вот просто поверь поймите правильно приехали в автосалон бмв договорились с ним во всем о съемках о всем приехали началось вышло три человека начинает согласование машин сидит вот так вот руководить от дел знак дорожный стоит примерно таком же состоянии отсылает продавца сначала задает вопрос через продавца я говорю мы ничего не можем подойти сразу к нему и пообщаться нет сначала тебя короче три человека потом дали машину где-то какой-то закуток просто воздем кода на парковке три человека стоял просто чтобы ничего лишнего сказал соответственно сказал вы извините там ехать надо это три часа времени заняло просто выходили вперед назад в итоге уехали суть следующем 2014 год автомобиль приобретен что изменилось машине сейчас в шестнадцатый год в пятнадцатом году был небольшой фэйслифтинг скажем так рестайлинг как угодно взять просто изменения небольшие по оптике а появились диодные фонари они стали поставляться в любой комплектации начиная с базовой также передняя оптика стал диодная задняя оптика стала диодная незначительные изменения в салоне произошли там где подстаканники то есть они стали с крышечкой такой закрываешь это мы сейчас все покажем в целом в целом больше никаких изменений произошло хотя сама компания говорит то что у нас появились там новые двигатели что подпомнить эту историю просто infiniti qx стала сейчас хотя раньше было fx примерно то же самое просто шильдики стали называться по-другому сейчас нам про все это поговорим просто отметим внешне машина да вот чем не всегда нравилось бы вот просто скажут кобра вопрос от кобра да особенно белый цвет перламутр как в нашем случае либо черный то есть всегда смотрится симпатично и вообще машина как бы смотрится тогда что сбита цель на как тот тот перед зад машины полностью гармонирует если смотреть сбоку тащи с любого угла просто покажу простого ракурса машина смотрится интересно если сейчас брать просто копейку седан брать трешку седан как в нашем случае брать пятерку седан в целом машины все гармонично они все смотрятся они все одинаково в чем-то они похожи вспомнить просто историю который сейчас сделал не сама взяли они как брать кашка и взяли x-trail пас finder в общем все машины полностью стали одинаковые и в их случае это вообще нифига не плюс то есть многие люди жалуются непонятно чё ей то ли кашка едет за миллион то ли едет мурана за два с половиной вот сейчас новый до выходит в случае с бмв все это гармонично это смотрится все это интересно каждый человек всегда понимает что вот копейка это более бюджетный такой начинающий вариант скажем так молодежной трешка это для людей вот я бы сказал для тех кто не очень высокого роста то есть двухметровый человек я просто-напросто не сядет ему будет неудобно вот до метр 85 например как вот я я в принципе сажусь машине вообще во отлично там сидеть давайте просто посмотрим что у нас под капотом просто здесь вот кратко расскажу о том что вообще в машине есть и какие в ней плюсы во всех новых автомобилях сейчас идут следующее на наш рынок поставляется 4 двигателя бензиновых и 318 турбированная 136 лошадей в машине разгоняется на автомате ну рассмотрим только автомат всегда девять целых одна десятая секунды то есть в принципе живенькая машина дальше 320 на мой взгляд и вообще даже как оказалось самая популярная машина по продажам 320 дизельная бензиновая неважно а идет двигатель 184 лошадиных силах это бензиновый 190 сил это дизельный вот разгон у машины там 76 73 с 320 появляется возможность машину брать уже с полным приводом то есть разница между задним приводом и полным приводом 100 тысяч рублей то есть если заднеприводная 2 200 полноприводная 2300 согласись это как бы вещь нужная вот полный привод от конечно тем более x-drive система заслужит отдельного внимания далее идут шильдики у нас появились 330 и 340 это именно больше что шильдики потому что просто изменили шильдик 330 это двухлитровая 2 турбина в машине стоит и 340 тоже 3 литра объем двигателя и две турбины все самый главный вопрос сыпется бмв не сыпется вот начинают эти критики да у меня у друга у меня у соседа он себе покупал парни вот машину берешь гарантия на машину сейчас вот три года и 200 тысяч пробега но здесь тонкость у бмв есть такое понятие как моточасы соответственно если ты не знаешь такое моточасы почитай а если по регламенту у нас обычно то идет 15 тысяч контактов это то здесь она может наступить тебя на 10 тысячах на 12 тысячах может быть еще раньше это зависит от того где ты ездишь по городу либо по трассе то есть вопрос тонкий не знаешь посмотри в интернете почитай пару статей все поймешь но но если ты реальный покупатель потенциально изучи обязательно будет ждать более того на все предоставляется гарантия то есть если ты решил брать такой автомобиль для тебя должен быть один вопрос главный вот тебя есть у него деньги все ты заработал вот она у тебя лежит ты задайся просто на вопрос через три года либо там через там 100 тысяч пробега там накатаешь 200 и готов ли будешь ты просто финансовое положение будет ли способ приехать сдать машину в трейд-ин либо продать и и поменять машину на новую либо такую же но скорее всего ты после бмв будешь ходить опять же бмв то есть марк тебе понравится либо там какую-то альтернативную если ты скажешь то что да конечно я смогу ты все уверен все твой головняк не должен больше ни о чем думать если здесь полетит турбина если здесь суд у тебя будет с коробкой еще с чем-то ты просто приезжаешь к дилеру и меняешь огромный плюс если ты живешь крупном городе тоже бывают такие ситуации когда люди живут от дилеров полторы двух тысяч километров естественно до него добираться общение вариант не ближний свет в нашем случае вот 80 километров дилер соответственно у машины пробег 27000 владелица владельца у него не жалуются абсолютно ничего здесь не менялась только проходила различного рода регламент это ну или фильтры менялись все прямой пример нашли машину не история из интернета вот живая машина сзади нас вид владелец пожалуйста проблему нету на этом все здесь рассказывать что-то больше про подкапотное пространство ничего не нужно технологичным расход везде мизерный просто на любом двигатель даже на самом максимальном на 340 340 которая тоже маленький расход в нашем случае 320 там расход примерно по городу 7 литров то есть в смешанном цикле все от 1 выше 45 ну 5 литров можно сделать что касаемо клиренса автомобиля у нас здесь сто пятьдесят пять миллиметров если брать машину в м-пакете клиренс будет занижен на один сантиметр то есть будет 145 метров но не ниже соответственно зимой конечно черканешь полюбасеку где-то ты чего-то черканешь но как отмечает сам владелец эти черкаши происходят правило на парковках то есть во дворах там где вот снега много особенно когда это обледенение происходит по городу ездить без проблем задний привод никак человека не тревожит хотя за рулем ездит женщина до этого были автомобили переднеприводные пересела все горит неделю поездил привыкла ничего не видит что касаемо изначально она шла на 16 дисках на 16 сейчас стоят 18 вид у машины соответственно совсем другой симпатичный но отметь что что на 16 что на 18 в принципе не за комфортно и какой-то коза говорят зубодробильная подвеска нет здесь никакой зубодробильной подвески автомобиль сам по себе позиционируется как такой городской спортивный седан то есть на машинке можно погоняться здесь подвеска очень хорошо затянуто тем более она здесь рабочая здесь живая если ты нажмешь на кнопку спорт плюс то есть соответственно она затягивается еще сильнее в комфортном режиме машина становится более плавно то есть это не так как у нас на при этом на мазе на других машинах знаешь ты нажал этот спорт режим те обороты поднялись все ничего не изменилось здесь все меняется машину я так самым за 10 машина живая подвеска здесь умная но мне вот сюда и вот удивляла например да идем все классно машина красиво если ты хочешь м-обвес плюс 200 тысяч без проблем все это ставится но опять же можно начать торговаться им обвес забрать может за 50000 то есть ходили общались с людьми то есть как бы цены за счет того что это бмв здесь такое ощущение просто за значок сразу плюс 500 тысяч в ценник уже раз плюс 500 тысяч бмв все пошел в гору машина покупала в четырнадцатом году за один миллион там триста пятьдесят тысяч рублей вот в этой комплектации сейчас посмотрите и сегодня сегодня взять 320 допустим полноприводную по акции можно за 2 миллиона сто тысяч рублей но за эту сумму просто-напросто зеркала не будут складываться вот ты просто представляешься зеркала не складываются для того чтобы появилась кнопка который будет автоматом складывать нужно доплатить 42 тысячи рублей вот просто 42 тысячи за то чтобы тебя складывались зеркала к лакокрасочного покрытия никаких претензий абсолютно нету вот тем более в нашем случае вообще белый перламутр машина опять же чтобы был белый перламутр нужно доплатить 75 тысяч рублей то есть изначально можно взять просто белую либо черную стандартные цвета не металлик ничего идем дальше смотрите ручки удобно и к этому претензий никаких нету все посмотрели кузов кровь и аккуратненький но на самом деле многим нравится бмв вот согласись бмв нравится многим даже ты наверняка периодически как и все мы заходишь на этот сайт бмв вот лазишь там смотришь цены понимаешь тоже начинаешь играться с конфигуратором до различным там начинаешь смотреть прайс-листы понимаешь то что на твои пожелания сразу ценник вырастает очень очень далеко высоко начинается это с миллион восемьсот но догнать машину можно запросто до двух с половиной миллионов то есть вот ты сейчас начнешься камеру заходишь поставить тоже интересный вариант камера стоит 32000 но чтобы поставить нужно обязательно поставить там какой-то блок управления этой камерой он стоит 40 тысяч рублей таким образом там камера выходит 75 косарей 75 косарей хотя можно вот выехать пожалуйста умельцы любые за двадцаточку тебе камеру воткнут как нифиг делать никаких проблем у них не будет за счет того что все вы знаете резина здесь ос технологии runflat про нее даже останавливаться не буду в машине нет запасного колеса место в багажнике больше здесь 480 литров объем обратить внимание кожухи то есть пространство рабочие и так как в других автомобилях мы про это уже показывали вот пожалуйста корзиночки еще что то то есть человек вводит те вещи которые ему нужны вещи там допустим продукт еще что-то хватает вообще с головой если приподнять полку там будут просто различный рот бардачки куда можно всякую так вот скажем так мелочегу сложить все все стандартно большего здесь чего сказать ну багажник качестве то есть начать его щупать то есть на самом деле здесь нет такого что что-то ходит елозит соответственно изменилось на сдать что появились там различные диодные оптики лампочки стали тоже как диодными ну так знаешь по мелочеге то что в принципе можно было давным-давно поставить вот дошли до этого в пятнадцатом году они влупили вот опять же сзади машина вот так вот в темноте например вот не знаю чем человек нам против щенка зашел не знает она может и запросто с пятерка перепутать под каким-то ракурсом углом то есть машина я ее сам периодически даже путаю то есть когда вот где-то она едет в да вот сзади прижимается морда внешний вид просто ну трешка пятерка там особо не разберешься значит как я и сказал в принципе если ты потенциальный покупатель то ты будешь скорее всего склоняться ты мог 320 то есть максимум что ты будешь убирать это дизельная либо бензиновая и также ты будешь выбирать между задним приводом или полным но я на самом деле рекомендую полный при потому что с той разницы по цене которая сейчас есть можно что называется поднапрячься взять опять же пацаны машина для людей с деньгами то есть вот если бабок нет либо они вот так вот впритык то есть но это не не твой вариант то есть за миллион 800 например ты можешь взять все в полном фарш какого-то японца может корейца опять же нужно сразу учитывать то что не только машину покупаете сразу нужно будет сделать каска какие-то первоначальные затраты то есть ну машина в два с половиной ляма обойтись может разум то есть если ты особенно начнешь что-то с конфигуратором опять же играть просить то все вот навигацию поставить 140 тысяч но опять же нужен блок короче навигация здоровая такая вот нбт-система 200 кс 200 тысяч просто чтобы тебе навигация была на 8,8 дюймов экране пойдемте сядем в машину просто посмотрим какая в нее будет посадка значит машина низенькая конечно то есть ни для кого не секрет к этому нужно будет некоторое время привыкать но даже мне поистим моей mazda садиться в эту машину сначала непривычно по большому счету если садится по такому принципу вот покажи сразу просто лишь нога вот я серьезно говорю вот садится если сюда да здесь вот надо будет аккуратно тоже зимой ты вот реально весь запачкаешься нахер вот но сев автомобиль то есть настроить сиденье под себя просто очень удобно руль удобно все хоть здесь руль обычно не ямочный ничего никакой но вполне комфортно то есть я в машину сажу все обзорность хорошая по зеркалам но больше всего конечно впечатляет то что ты знаешь что машина очень очень хорошо рулится она небольшого размера она весит примерно где-то тонну там 400 если я не ошибаюсь ну если ошибся поправьте и она юркая то есть на ней по городу в потоке просто погоняться полетать вообще милое дело даже вот пятерка там та же самая но все равно это троечка просто погонять идеальный вариант тем более эта машина считается самая ходовая бмв то есть это как бестселлер самая лучшая продажа посмотрите вот за эти деньги то есть в принципе можно сказать ну чуть повыше базовой комплектации автомобиль стеклоподъемники общем ничего нового вы здесь для себя не увидите то есть все есть все то же самое что и у нас то здесь понятное дело как обычно у бмв управляется светом здесь у нас есть маленький бардачок куда можно положить различного рода документы кстати сделано даже лучше чем у меня например или в любой других машин так что действительно документы помещаются потому что у меня отдать лежит херня какая просто там мелочь на ток складывать вот все сел сидим приглашаю вас просто присесть это ценить просто интерьер про что я говорил что изменил в салоне вот эта часть на 2015 года она чуть-чуть видоизмененная стала то есть она уехала вперед но вот это полностью закрывается шторкой то есть такие знаете незначительные изменения пойдем слева направо вот смотрите маленький дисплейчик который идет изначально да вот он идет штатно все вот он есть вот этот дисплей на самом деле он очень полезный и как бы посидеть наш поначалу просто палать здесь очень много различных настроек здесь очень много различного подменю скажем так то есть есть чем познакомиться он такой полезный то есть еще есть очень полезная функция где ты можешь вообще писать про автомобиль узнать о чем хоть что у тебя где расположены и так далее подделочный материал он мягкий то есть вот владелец вот 27 тысяч пробегу машин а 24000 то есть ничего не жалуется нигде то есть здесь ничего особо не скрипит но в любом случае знаешь вот зимой например ты его заведешь поедешь по насчет кузов гулять там влево вправо наверняка будут какие-то легкие скрипы но в целом ничего не будет вот допустим да даже здесь вот смотрим стойку помнить как вот в камере она вообще то есть так прям ходила здесь особо этого нету то есть вот местами вот так целом потолок он затянут сказать что здесь прям что-то явно напрягать нет но глядя на вот это вот просто интерьер смотри пацаны просто оценить сами вот эта часть вот один два три четыре клавиши уже мне кажется это как бы уже лишнее уже от этого надо куда-то уходить но грамма в гармонии с интерьером конечно смотрится то есть интересно кнопочки но по большому счету они сяще не нужны потому что это память для радио то есть можно нажать там радио ну или там если сиди чендер поставить будет опять же смотря на интерьер просто пятерки бмв и смотря на интерьер бмв 3 серии я прекрасно понимаю куда смотрели производители mazda когда они делали mazda 3 mazda 6 вот чисто mazda трешка даже принцип также сделаем что вот управление дисплеем коробка скоростей вот у нас есть выбор режимов работы подвески и коробки ручник машина заднеприводная подчеркну это вы все понимаете прекрасно зимой здесь можно просто делать очень классные вещи на ней подлокотник то есть все белый салон он на самом деле не особо марки то есть человеку моет будет раз в год так по весне отдаю чтоб протерли почистили все то есть особо грязь к нему не лезет но опять же то есть это смотря какой-то сам по себе человек а если ты свинина то у тебя этот салон свинячий станет уже через месяц посидеть очень удобно в машине просто машинка интересная но я бы себе эту машину не взял бы по одной простой причине потому что я сидел в бмв пятой серии то есть соответственно когда садишься в пятую серию это то есть понимаешь ну как-то это прям все бюджетненько так скудненько так грустненько хочется все-таки более так она для жены для женщины там для девушек либо для молодого парня которым то наш 22 года но отец там просто подарил день рождения тачка конечно огонь просто ты будешь на ней кататься ты будешь очень рад и будешь очень доволен вот либо же брать там комплектацию побогаче пойдемте назад просто покажу что у нас сзади то есть как сидеть ты будешь сзади есть например за рулем сижу я понятное дело что машина в принципе не для пассажира сзади но по большому счету есть какие-то дети либо здесь должны быть либо красивые девчонок либо твои маленькие дети но никак не такие здоровые на качественные твои друзья нет это не надо ну либо не на качестве пивные животы и им здесь не место здесь они здесь просто все напросто засрут сразу садиться сюда можно если очень аккуратно сесть подчеркну сейчас лето это тоже немаловажно есть в легких штанишках в кроссовках в чистых соответственно если зимой сюда ты будешь садиться вот эти вещи они будут реально грязные то есть в светлый салон ты зимой быстро за загадишь но если сесть вот просто я сам за собой сел можно вот так я в машине никогда не сижу и у так я машине не консерву если машина сажусь сажусь вот развалился подлокотник просто два подстаканника там все сел поехать можно можно покатать а гордо так вечером погонять вообще идеал очень удобно то что он смотрит эта часть она вся мягкая сиденье кстати здесь не складываются из багажника и внук вообще просто не складываются но вот эта часть она очень мягкой . руку кладешь действительно удобно то есть пассажиру сзади будет комфорт что касаемо управляемость автомобиля здесь рассказывать ничего не нужно вы все прекрасно то что бэшка просто пуляет рулится идеально в нашем случае это не исключение машина свежая шумоизоляция в автомобиле тоже на высоте несмотря на то что это трех это не пятерка не семерка там и не более там дорогая версия вполне нормально ход подвески очень короткий соответственно если в твоем городе разбитой дороги то в лучшем случае вариант который тебя устроит это вот на 16 дисках не более если ты себе просто 1619 и у тебя постоянно я мы еще что-то ты это все шатаешь покажи дорогу просто у нас в городе вот такие дороги то есть идеальный вариант и серьезно говорю у нас в городе дороги хорошие то есть все вот этот вариант когда были ямы нужно было маневрировать уже его нету все то есть мы рулим и заря на то что машина низкая я сижу то есть я вижу капот я вижу все что происходит сзади зеркала то есть все я как бы сбит сиденья тоже удобно и меня нет такого что у меня что-то напрягает единство возможно чтобы я бы себя захотел бы или как бы дополнительно поставил и мощный руль раз уж все таки бмв это можно было бы руль взять от эмочки потому что он там пухлый нура все рассказывают все хвалят говорят мощную руль и мощный руль здесь он обычный то есть чем-то напоминает руль вообще то есть но по толщине своей как в тяне был то есть рулит что пожал сидишь он кайфуешь балдеешь сеть удобно то есть можно сидеть спинку откинуть назад меня специально поставил таком прямом положении потому что я бы на этой машине погонял бы его по городу просто так спокойно не ездил то есть ну понятно в пешеходной зоне еще да но где-то открытых участка там нам кат выйти еще куда-то я бы соответственно бы впуливал вот проезжать лежачий полицейский вот то есть ты его нужно очень аккуратно потому что когда вот ты поднимаешься опускаешься тут есть такой цоканье подвески за счет того что она короткий ход вот это нужно иметь ввиду то есть пересесть и здесь просто так вот прыгать но не вариант здесь так не получится нужно быть здесь очень аккуратным опять же задний привод если так в летнее время когда рога чистая нету пыли то есть его и особо не почувствуешь а вот в зимнее время естественно надо будет поначалу под привыкнуть почему купили это заднеприводную потому что на момент покупки было очень хорошее предложение дали очень низкую цену ну и соответственно люди сказали а почему нет обратить внимание да и мы сейчас едем в комфортном режиме то есть я включаю сразу спорт то есть по спорт у нас подвеска по идее сейчас должна стать более затянутой соответственно такие появляется какой-то оранжевый цвет более агрессивный оборот уже повыше то есть он их держит сейчас мы проедем от лежачий полицейский маленько просто подгазуем вот на педаль сразу становится сильный ну коробка кстати реально очень шустро работает нет так уж она затягивает то есть прям кидает быстро ну машина тянет что турбина стать пацаны стоящие 4к было ее можно чуть-чуть сделать чип тюнинг и тогда тягу машина станет еще сильнее на самом деле многие отмечают что реально здесь чип тюнинг работ так вот мы едем допустим сейчас 2020 до просто подрыв пошел все машина полетела хоть 320 но мы уже сотку летим просто уже сотка есть есть еще отпускать газ и кидать опять машину она просто тянет и у нее управляемость тоже реально очень хорош то есть машина стоит на дороге хоть тут влево-вправо то есть она 1 1 она не валка то здесь кренится нечего просто напросто машина низенькая центр тяги низкий поэтому папа рулить просто включить музончик и погонять по городу это будет просто идеальный вариант на этом автомобиле то есть раз пошел опачки сюда опа пошел туда все это класс то есть на тяне брат ты так не прокатишься на камре ты так не покатаешься в пределах города может быть на тебя будет швырять там вообще по полной программе я сижу водитель я понимаю да влево-вправо кидая все машина стоит идеальный вариант тот же самый момент сейчас мы включим просто эко про все обороты все совсем другое сразу откликаю то есть на газ жмешь машина уже прям совсем плавненькая то есть обороты упали она просто стала такая знаешь часа ты устал то есть такой такого напряженного чтобы здесь что-то скрипела жужжала дребезжала нету соответственно все эти истории о том что бэха сыпется она наверно сыпется может быть она начнет сыпаться там после трех четырех лет эксплуатации после 100 150 тысяч пробега владелец данного автомобиля но продаст купит новый поэтому для него эта проблема что с ней будет через этот период времени это для него не проблема эта проблема будет для того кто купит этот автомобиль потом и вот мы вчера приходили к салон бмв там народа воу них просто во народа один за x5 пришел другой x6 берет на тест драйв 3 там четвертую серию берет то есть машина популярна вообще в целом бмв популярна то есть продажи у них идут я не знаю тишины в салоне не было замечено как порой придешь знаешь в некоторые сидят там чисто то делают и все то есть машины расходятся ну и опять же как бы мы ее не срали с вами в любом случае все мы потихонечку к ней стремимся либо бмв либо к мерседесу либо к audi парни соответственно таким получился наш обзор брать автомобиль не брать каждый решит сам то есть это выбор останется на вашем кошельке а так все рассказано кашу по тарелке размазывать больше не будем обязательно подписывайтесь на мой инстаграм я в нем не буду вам рассказывать о том что я съел утром фотографирует свою машину на мойке как она стоит на стоянке там у нас тут только новости касаемо канала что будет следующим и так далее чтобы не был от этих ям одно видео сняли 10 дней прошло сняли другой я вам предлагаю сделать следующий вариант есть пару кроссоверов очень интересных на тест есть и x5 уже то есть ну и еще ряд машин давайте начнем разбавлять пацаны просто будем снимать и седаны и кроссоверы так как в ценовой категории то же самое у нас с тестом от миллиона там ну до 2 200 рублей поэтому всем спасибо за просмотр всем спасибо за поддержку подписывайтесь на канал ставьте лайки до новых встреч всем пока пока пока